Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня мы свяжем шапку резинкой 1х1 с отворотом и интересной макушкой. Я вязала шапку на обхват головы 53-55 см. Высота шапки составляет 21,5 см. Для вязания шапки я буду использовать пряжу голубого цвета от Nako. В составе пряжи 100% шерсть. В 100 граммах 220 метров. Производитель рекомендует спицы от 3,5 до 4 мм для данной пряжи. Для вязания этой шапки я буду использовать спицы на тросике номер 3. Начинать вязание шапки я буду с набора петель. В данной шапке формировать наборный ряд я буду при помощи наборного края с изнаночными петлями. В этом способе набора петель изнаночная сторона наборного края будет смотреть на нас, а лицевая в обратную сторону. Набираем 128 петель и одну дополнительную петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Если вы будете набирать другое количество петель, то необходимо учитывать, что количество петель, не учитывая дополнительную петлю, должно быть кратно двум. Отмеряем конец нити приблизительно в 3 раза больше, чем обхват головы человека, которому вяжем шапку. Плюс 10 сантиметров для того, чтобы удобно было эту нить удерживать в руке. Набрасываем конец нити на большой палец левой руки, вот таким образом. А нить от клубка на указательной. И придерживаем эти две нити остальными пальцами левой руки. Заводим спицы под нить, которая расположена на большом пальце. Захватываем справа налево нить, которая ведет к указательному пальцу. И протягиваем эту нить в образовавшуюся петлю на большом пальце. На спицах появилась первая петля наборного ряда. Отвожу спицы, придерживая указательным пальцем левой руки петлю. Снизу вверх ввожу спицы под нить на указательном пальце. Дальше в образовавшуюся петлю. Захватываю спицами нить, которая ведет к большому пальцу. И протягиваю ее через образовавшуюся петлю на указательном пальце. На спицах вторая петля. Дальше повторяем эти же действия. Набираем 129 петель. Дальше повторяем. На спицах 129 петель. Одну спицу вытаскиваем. Все петли перемещаем на тросик. Делим петли пополам. Половину петель перемещаем на левую спицу. И половину на правую спицу. Перед тем, как соединить вязание в круг, проверяем, чтобы край наборного ряда не был перекрученным. Замыкаем вязание в круг. Крайнюю петлю левой спицы перемещаем на правую спицу. А крайнюю петлю правой спицы надеваем на петлю, которую мы только что переместили на правую спицу. Надетая петля обвивает перемещенную петлю и сбрасывается. Перемещенную петлю возвращаем назад, на свое место, на левую спицу. Подтягиваем конец нити. Таким образом мы соединили вязание в круг при помощи дополнительной петли. Дальше вяжем в круговую способом Magic Loop. Можно отметить начало ряда маркером, а можно этого и не делать. Ориентиром для нас будет служить конец нити от начала вязания. Перемещаем петли с правой спицы на тросик и начинаем вязать отворот резинкой один на один. Вяжем резинку один на один, чередуя изнаночную петлю и лицевую. Довязываю первый круговой ряд до конца. Осталось провязать одну изнаночную и одну лицевую. Провязанные петли с правой спицы перемещаю на тросик, а петли с тросика на левую спицу. И продолжаем вязание. Над лицевыми петлями вяжем лицевые петли, а над изнаночными петлями изнаночные петли. Вяжем отворот резинкой один на один высотой 7 см. Фиксируем отворот. Для этого три ряда вяжем изнаночные петли изнаночными, а лицевые снимаем непровязанными. Нить держим за работой. Дальше вяжем 18 см резинкой один на один. Над изнаночными вяжем изнаночные, над лицевыми лицевые петли. Когда полотно шапки достигло высоты 18,5 см, я прекращаю вязать резинку. Начинаем формировать макушку и делать убавки. Один круговой ряд вяжем все петли лицевыми. В следующем ряду каждые две петли провяжем вместе, чередуя. Две петли вместе изнаночной, две петли вместе лицевой. Когда провязываем две вместе изнаночной, провязываем так, как расположены петли. Когда провязываем две вместе лицевой, спицу вводим сначала во вторую петлю, затем в первую. Субтитры создавал DimaTorzok Количество петель сократилось в два раза. Следующие пять рядов вяжем резинкой один на один без убавок. Дальше опять уменьшим количество петель в двое. Но перед этим один ряд провяжем все петли лицевыми. В следующем ряду провязываем по две петли вместе, чередуя две вместе лицевой, две вместе изнаночной. Количество петель на спицах уменьшилось в два раза. Дальше вяжем три ряда по рисунку, то есть резинкой один на один. Над лицевыми петлями вяжем лицевые, а над изнаночными изнаночные. В следующем ряду вяжем все петли лицевыми. В следующем ряду каждые две петли провязываем вместе лицевой. Оставшиеся петли в следующем ряду закрываем. Стягиваем макушку иглой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прячем кончики нитей с изнаночной стороны в полотно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И шапочка готова. Вот такая шапка у нас получилась. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok